История с очистными началась еще в прошлом году. Неприятный запах и сброс начистот в реку стали главными претензиями со стороны местных жителей. А потому администрация района не смогла остаться в стороне. Была создана рабочая группа для контроля проводимых работ. На объекте постоянно появлялись люди, специалисты, эксперты, представители администрации. Решить проблему эксплуатирующей организации обещала еще в апреле, но потом сдвинула сроки сначала на май, затем на июнь и так далее. Было принято решение предложить собственникам этих очистных сооружений передать их в муниципальную собственность, для того, чтобы уже муниципалитет занимался восстановлением в рабочее состояние данных очистных и, соответственно, приводил их к нормальной работе. На данный момент такая договоренность достигнута. Собственникам подписана дорожная карта передачи имущества в собственность муниципалитета. Кстати, в последнее время жители микрорайона меньше жалуются на неприятный запах. Сейчас проблема уже, мне кажется, разрешается, потому что запахов практически нет. Люди не так возмущаются, и мы не ощущаем. Единственное, что запах, если есть, то, скорее всего, отзавидно. Потому что, мимо 10-й школы, когда проезжаешь, запах такой, как раньше был у нас. Действительно, подъезжая к домам микрорайона «Завидное», сразу ощущаешь неприятный запах, особенно вблизи очистных сооружений. Люди жалуются, жить в таких условиях небезопасно. Находиться здесь просто невозможно. И даже не в ночное время, и в дневное с ребенком выйти погулять тоже невозможно. Ну и взрослым однозначно здесь это все вредно для здоровья. Это должно быть закреплено за городом, а не за компанией, которая строила эти дома и, соответственно, не выполнила своих обязательств по чистому городу, который видным являлся всегда. По словам Александра Кузнецова, и эти очистные сооружения в скором времени станут собственностью муниципалитета. Собственнику тех очистных сооружений также было предложено передать их в муниципальную собственность, чтобы провести работы по восстановлению и приведению к нормальной работе. Собственникам тех сооружений также принято решение и подписана дорожная карта на передачу их в муниципальную собственность. Со сроком передачи до 30 декабря. Сергей Толстых, главный инженер Щелковских межрайонных честных сооружений, выступивший в качестве независимого эксперта, дал оценку обоим объектам. Самое большое нарушение – это попытка застройщика сэкономить на инфраструктуре, в том числе на сетях, на дорогах и на честных сооружениях. Сооружения построены с грубейшими нарушениями строительных норм, правил и вообще всего, чего можно было нарушить. По сути, эти сооружения не работают вообще. Технологическое оснащение комплексов равно нулю ни систем вентиляции, ни средств обработки осадка. Всего более сотни недоделок. Поэтому району придется приложить немало усилий, чтобы оба объекта и в эковидном, и в завидном стали функционировать надежно и безопасно.